Почему люди не доверяют официальной медицине и науке, но при этом охотно верят сразу же в сказку и в чудесное исцеление? Внимание на экран. Ещё два месяца назад 22-летняя баскетболистка и просто красавица Юля могла превратиться в скрючившуюся старуху. Проснувшись утром, она не смогла взять в руки зубную щётку. Пальцы рук не работали, а ноги жутко опухли. Вот моя обувь, которую я носила до болезни и сейчас ношу. А это пришлось мне купить, когда у меня были опухшие ноги. Мой размер 38, белый 40. Девушку моментально положили в больницу, но там её напугали ещё больше. Установили диагноз ревматоидный артрит. Я сначала не поняла, а потом спросила у врача, ну, какие последствия. Со мной рядом лежала женщина, у которой были полностью скрючены пальцы, как на ногах, так и на руках. Он мне говорит, последствия лежат рядом с вами. Тогда я пришла в панику. Такими через несколько месяцев должны были стать Юлины руки. Врачи обещали помочь, но тонны таблеток даже не облегчали боль. Прописали эти от основной болезни, восстанавливающие таблетки печень, восстанавливающий желудок, от сердца, которое пить в моём возрасте в принципе нельзя. Вот. И как-то я подумала, я одно лечу, другое калечу. Помощь Юля нашла в интернете. Один блогер посоветовал народную целительницу. Если бы я верила врачам до конца, то я бы, наверное, осталась без функционированных пальцев, рук. Вот. А сейчас я как-то нормальный человек могу накрывать на стол, подавать чашки, всё делать как самый обычный человек. Сегодня Юлия и Алёна у нас в студии. Здравствуйте. Посмотрите, насколько молодая целительница. Вы же... Целительницы все должны быть бабушками. Как же так может быть? Ну, это предвзятое мнение. У нас и окулист, врач, в очках принимает. Целитель, он должен, ну, как бы сам себя, ну, чувствовать хорошо. Если целитель сам плохо себя чувствует, еле передвигается с одышкой, там, напал.